Американец еврейского происхождения Марк Голд пытался выяснить у немецких следователей, как поживает 95-летний ветеран СС Бернхард Франк, который во время недавних дружеских посиделок хвастался, что был любимчиком рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Голд втерся в доверие к бывшим офицерам Третьего рейха, чтобы найти среди них убийцу своей семьи. 28 родных Голда погибли в 41-м во время массовых расстрелов евреев. И вот один из новых знакомых американца Горда рассказал, что именно он подписал тот самый расстрельный список. И что теперь грозит бывшему ССовцу или не грозит, разбирался на месте Константин Гальденсвейк. Отеческие объятия, преданный взгляд и отнюдь не скрытая камера. Это совсем не похоже на разговор ветерана-ССовца с евреем, чьих близких в войну он одной росписью уничтожил. С рейхсфюрером Гиммлером у меня было прекрасное, как это, взаимопонимание. В этот момент 95-летний Бернхард Франк пребывает в уверенности, будто рядом с ним друг и единомышленник. Такой же, как он, убежденный нацист. Но в роли нациста еврей по крови, американец по паспорту Марк Голд. Не историк и не журналист. Скорее, авантюрист, три года проживший в немецкой неофашистской среде, чтобы втереться в доверие к самым знатным и самым закрытым ветеранам Третьего Рейха. Я хотел записать с ними интервью. Представляете, евреи выводят на чистую воду нацистских преступников, сопричастных к окончательному решению еврейского вопроса. Мне казалось, в этом есть нечто символичное, но вышло еще хлеще. Он стал частым гостем на собраниях ветеранов и неонацистских слетах. Он стал своим для истинных арийцев. И, наконец, с их же поддержкой вышел на Бернхарда Франка, того самого офицера, что в апреле 1945-го по приказу Гитлера арестовал Геринга. Но, как выяснилось, совершенно случайно в биографии Франка было кое-что поинтереснее. За неделю до нашего первого интервью я увидел, как выглядит подпись Франка. Сопоставив ее с архивными документами, которые у меня были, я понял, что передо мной тот самый человек, который подписал в июле 1941-го первый приказ о массовых расстрелах на территории нынешних Польши, Белоруссии и Украины. Это был предвестник Холокоста. Жертвами тех расстрелов стали почти все родные отчима Марка. И вот встреча с убийцей семьи 70 лет спустя. Это был приказ Гитлера. Я лишь подтвердил своей подписью его подлинность. Но даже сейчас, я уверен, это было безупречное решение. С такими-то вещдоками да при такой шумихе, поднявшиеся по всей Германии, отправить престарелого фашиста за решетку, казалось, не заставит ни малейшего труда. Ведь даже Центральное управление по нацистским преступлениям подтвердило. По нашим архивным данным, Франк служил в командном штабе Гиммлера и действительно сопричастен к массовым убийствам, проведенным эсэсовцами на оккупированной территории Советского Союза. Эти сведения, как и положено по немецким законам, архивариусы передали в прокуратуру. Однако та молчит уже полгода. Историка Клауса Гесса это не удивляет. Ни идейная верность нацизму, ни даже подпись на приказе о расстрелах по законам Германии зачастую ненаказуемы. Вся организация эсэс была основана на широком разделении труда. Приказы о расстрелах проходили через множество инстанций. А Франк, насколько я знаю, тогда занимал мелкую должность в штабе рейхсфюрера. Ему было чуть за 20. Раз так, выходит, что сам он не мог оказывать никакого влияния на принятие решений. Франк выполнял бюрократические функции, просто передавая приказы начальства исполнителям. Хотя если был злосчастный приказ, оберштурмфюрер Франк тогда не передал, то близкие Голда, возможно, остались бы живы. Но в итоге жив и пока полон сил он сам. Немецкий пенсионер Бернен Франк живет не в тюрьме, а в роскошной вилле под Франкфуртом. Из этой истории закадычный друг Гиммлера извлек лишь один урок. Вывесив перед входом в дом табличку «Посторонним вход воспрещен». Видно, и впрямь не стареют душой ветераны.